Сегодня мы собрались по поводу заработной платы на заводе «Океан». И хотели бы комплексовать нашу угоду, которую мы взяли на себя как территориальная громада. Инициативная группа территориальной громады взяла на себя такую ответственность. Выступили с инициатором, вступили в переговоры с представителем собственника и подписать угол о выплате заработной платы, о выходе из кризиса, из того, который сожжился. Получилось так, что мы начали работу с представителем собственника. И в результате этого появился такой документ. Документ. Между нами с инициативной группой Габельного районного местного права и публичным акциональным правористом в Гуальске судном водительных завод «Океан». Социально-экономическое испытание. То есть, мы здесь прописываем, что наши права и обязательности предлагает представитель собственника. Какие обязательства они на себя будут? Вынесли в этот протокол определенные решения, подготовили вот такую вот бумагу в угол, мы ее сочетаем под протокол, подпишемся внутри, кто есть присутствующий. И в том числе, все здесь направлено исключительно на защиту прав людей, которые работали раньше на заводе и хотят продолжать дальше. Факты МСЗОКН вырешивают питание, по сути, с полного погашения заборгованности тогда по заработной плате перед своими процентными данными. То есть, по сути дела, это те вопросы, которые надо начинать решать. Стороны садить друг против друга и продолжать решать дальше. И я предлагаю формализировать все это. Чтобы наше собрание не прошло бесследно. Когда мы разговариваем друг с дружкой, это одна дело. Когда мы выходим уже на подобного рода уровень, то после данного собрания должна оставаться бумажечка. Хотел бы отразить, чтобы каждый понимал, что завод не умирающий. Он искусственно пытается умертвить. Сегодня очень много предложений. Предложения, касающиеся и в области судостроения, и касающиеся в других направлениях, в частности обработки и изготовления металлиц. То, что касается судостроения. В июле прошлого года приезжали сюда представители трех германских верфей. Рассматривали серьезную программу по строению и изготовлению трех гидроковоснабженцев. Очень серьезные предложения идут со стороны компании, которые сегодня занимаются ветроэлектрогенераторами. Я не буду называть компанию, но она работает в Украине, думаю, успешно. Сегодня стоит вопрос. Было предложение, чтобы завод океан начали взлетаровать башню под ветроэлектрогенераторами. Полистики собственника в целом. Чтобы все понимали, что собственник настаивает на том, чтобы развивать судостроительное направление с другом. Вот эта тенденция, что сегодня идут вырезать заводы судостроительные, это вообще преступление, я считаю. И тоже собственник поддерживает это. Он говорит, что да, надо развивать. Даже вплоть до того, что решение было принято собственниками, акционерами. Выделить кредитную линию для начала работы завода. Когда только мы начнем какие-то осуществлять программы по освоению уже работы. А начали работы на предприятии и развития каких-то программ заработает кредитная линия, выделенные акционеры. Я думаю, что многие люди, которые сегодня говорят бесцоветели, работают за рубежом, это не лучшую. Почему не работают в доме? Пускай даже будет зарплата несколько ниже, чем в Европе. Но это находится дома. И получает зарплата именно дома. Это возле близких, родных. Заборгованность, которая возникает в последствии недокументарных кракований, переглядается керевницам в особенном порядке, но не позже двух месяцев назад заходу на завод в траву месяц. 1-2. Пан ПАД зобовязывали в месячный термин дня захода на завод шляхом реструктуризации и начать погашение заборгованности по заработной плате. Это завершить протягом года. Забезбечить свою частную выплату по точной заработной плате наиболее, как два раза на месяц, в конкретные сроки, передбаченных полдоговоров. И пункт 2. Розділ 2. Зобовязывание плата МСЗРУК в сфере развития производства и забезбечения продуктивной займенности. В данном случае, я думаю, что двумя разделами тут более чем достаточно раскрыти все наши направления. Мы хотим повернуть всю заработную, чтобы завод выплатил всю заработную плату, которую не выплатил, чтобы образовались рабочие места, чтобы завод начал работать и принимать на завод на работу людей, жителей корабельного района. Продолжение следует...